Сейчас хотелось бы, наверное, более подробно поговорить про наш клип. Все-таки это наше такое первое детище, наше первое мюзик-видео. Вот. Написал музыку Ван, текст написал Люда. Люда, чем ты вдохновлялась, когда ты писала текст? Нет, одну секундочку, давайте перебьем. Начнем с того, почему мы выбрали эту песню, может быть. Посвящаемся? Да, хорошо, почему? Потому что она офигенная. Да, она, во-первых, кочевая, она быстрая, она такая забористая, у меня есть классные мелодии, классные соло, классный риф, вокальные мелодии запоминающиеся. Вот. В принципе, мы не сразу пришли к этому решению, потому что на альбоме достаточно много композиций, которые заслуживали видео. но посвящавшись, прикинув, нам показалось, что это идеальный вариант для того, чтобы мы сняли на этот клип. Ну, я думаю, на наше мнение также повлияло то, что, в принципе, много рецензий, которые нам писали, там писали, что лучшая песня понравилась именно замилкивая ее. Говорят, звук тихий. Тихий сейчас? Давайте погромче говорить. Да, будем говорить погромче. Да. Ну, теперь, извини, я перебил. А что тебя подзавило на текст? Да. Текст обалденный. Собственно говоря, в этой песне сошлись две грани. То, что я прочитала в детстве, совершенно потрясающую книгу Любови Талемоновой. Она и писатель, и художник. Она иллюстрирует свои книги. И у нее волшебные сказки про все созвездия. Я не говорю, что эта книга для взрослого. Я читала ее в подростковые годы. Да ладно, я чуть не расплакал, когда читал. Вот. Но, тем не менее, истории с моралью, истории всегда с добрым концом, в абсолютно волшебном оформлении ее картинами. И легенда о Млечном Пути тронула меня до глубины души. Собственно говоря, эту историю можно найти в интернете. Почитайте, если интересно. Заканчивается она тем, что просто одно купление, жившее на вершине горы, спасаясь от преследования, от погони, исчезли, растворились, никто не понимал, куда они ушли. Но именно с тех пор в небе появилась эта дорога из песка, которым они устилали себе путь. Их слез, пролитых от того, что они должны уйти из своих родных мест. И жемчуга, которую они хранили, как память о тех местах, откуда пришли. Именно с тех пор нам сияет созвездие Млечный Путь, знаю, не по-научному, но очень красиво. И, помимо всего прочего, я игроман, люблю вселенную Fallout, прошла все части. И поэтому отдельный акцент отводится именно постапокалиптике. Тоже богатая вселенная со своей изюминкой, со своей атмосферой. Вот это пронизано все грустью. Такая серость, унылость, разруха. И тем не менее люди, которые цепляются за жизнь и стараются оставаться людьми. Собственно говоря, вот в обрамлении этих двух историй получилась эта песня. Самое интересное, что черновое название песни было «Дорога к свету». Вот, не знаю, знал ли об этом Люда, но вот эта дорога из песка, слез и жемчуга, вот она так и получилась, в принципе, дорога к свету. Вот, это очень интересный факт. Нет, я не знала, это еще более удивительное совпадение. Я хочу сказать, что таких совпадений на самом деле очень много. Люда всегда угадывает прям настроение песни и очень точно передает текстам содержание музыки. То есть это настолько получается что-то такое монолитное, музыка и текст, когда она пишет. То есть это попадание, как правило, стопроцентное. Вот, и просто мне очень рад, что Люда к нам присоединилась. Тандем прям творческий классный. Нам часто говорили, да, что у нас с Владом в этом плане именно шикарный тандем, потому что мелодии, которые Влад пишет, композиции, которые он создает, ну, настолько богат вот, как в моей душе порождают, что и в ответ получаются такие тексты, которые радуют вас, я надеюсь. Я думаю, очень рада, потому что нам в чате написали, что Люда, ты очень красиво и увлекательно рассказываешь, и очень интересно тебя слушать. Спасибо большое. Организацией съемок занималась, в общем-то, я и Влад. Да, просто вся, просто огромная, я не знаю, заслуга, просто супер заслуга Свети. Она вела съемки клипа от начала, прям, от зарождения идеи до ее реализации полной. То есть все это... И на площадке по чек-листу. Ну, контролировала, да. Это с нами, это с нами, остались вот эти сцены, это все наше Света. Конечно, мы запускали прям файдинг в компанию, и она не вымечалась успехом, к сожалению, поэтому нам пришлось клипу делать за счет собственных средств. Да, все своими силами. Да, вот, поэтому, конечно, пришлось мириться с тем, что наш бюджет ограниченный, что-то вырезается на этапе написания сценария, и уже прямо на съемках решать, что мы будем... Да, собственно, из-за бюджета съемки были передвинуты на вот, на июнь. Да, достаточно долгое время после выхода альбома. То есть идея клипа была вот, наверное, прям, как только у нас вышел альбом, да? Да. Мы хотели сразу снимать клип, но вот так отодвинулось все. Да, ну, на самом деле, в следующий раз, наверное, мы будем заранее снимать альбом, а уже потом мы будем... Заранее снимать клип? Ой, да, заранее снимать клип, потом уже отправлять альбом в Эйву, и уже пиариться, наверное... А если Влад опять решит переделать? Нет, тогда он уже не будет ничего. Я думал, он нельзя снимать. Спойлер, Дэн! Спойлер, что ты все переделываешь? Нет, спойлер, как называется, песня. А она не так называется. А можно догадаться. Ничего не понял, но очень интересно. Рабочий литийного завода из Хакасии требует больше хардкоровой музыки. Мы передали по частным каналам. Человек, который не зарегистрировал на Twitch, я просто посмотрел, но он... Только молодость! Это хардкор! Хардкора будет достаточно. Так, чтобы прям в щи свертухи! Вот, ну, в общем, на самом деле, большинство наших идей все-таки... Дух Старчко только в этом живет. Да, удалось реализовать в клипе. И я считаю, что это заслуга Саши Колыхалова, нашего режиссера... Вообще всей нашей команды, которая принимает участие. С помощью команды, да. Вот они нам, конечно, очень помогли. Это спасибо большое удовлетворяю Сашу Колыхалову, Николаю Семенову. Инге. Да, светорежиссеру, получается. И ассистент поколения Инге. Инге, да, большое спасибо за классные декорации. Да, мы надеемся, вы заметили оружие эксклюзивное, которое она нам сделала для нашего героя из подручных средств. Да. Замечательные мумифицированные бошки. А, кстати, Фарль, возьмишь я вот со стола, давай его в камеру. Реквизит. Чтобы вы знали, куда и дается реквизит после съемок. Да, реквизит здесь. Он с нами навсегда. Да. Дорога. Это музей Силенсис. Начало. А как мы дальше посмотрим? Я уже не помню. Наверное, Лелик и Болик. Ну, что-то и есть, что-то и есть. Это Гоша, он же Гога. Тогда это Федор, я не знаю. Федор, он же Теодор. Да. Все это вручную создано Инге. Да, все благодаря Инге. Оружие, к сожалению, мы еще не забрали у нее, но, возможно, заберем в будущем. Поближе покажем, может? О, прям. Сейчас забаним. За музыку. Вот так, да? Такие вот парни были у нас в кадре. Ну что, как там воздух? Да нормально. Пандемия закончилась. Перчатки-то надел? А маску? Ну, маска вон. Маска есть. Все при нем, да. Перчатки он больше не наденет. Никогда. Никогда. Перчатки не о чем иметь, Холе не о чем надеть. Это изначально, конечно, не про перчатки, но... Ну да. Но все равно походит. В общем, в клипе мы хотели, опять-таки, показать просто по критическому атмосферу, о которой говорится в тексте песни. Меня, конечно, очень вдохновила и текст, и музыка. И легенда. И вообще вся эта история про вечный путь. Вот. Ну, клип показан мир, в котором произошла глобальная катастрофа. Чего-то приуныло. Да. После чего в людях, в принципе, осталось мало человечного. Вот. Поэтому можно увидеть, что наш персонаж, главный герой, постоянно с оружием. Потому что он знает, что на каждом шагу... Его поджидает опасность, и вообще все... Да, неизвестно, что... Страшно ходить, вообще никуда не выйдешь. Ну, как Выхина. Да. И поэтому наш герой ищет артефакты, чтобы найти путь... Ничего личного, Иван. Путь в другой мир. За той цивилизацией, о которой он прочитал в обожженных книгах, которые он нашел. В светких обожженных книгах. Да. В этих легендах о том, что была древняя цивилизация. Вот. Которая, в принципе, вообще не признавала никогда оружие. Она была очень миролюбивая. Вот. И воины хотели напасть на них. И... Ну, там... Люда уже часть рассказала. Просто, как бы, если вкратце, то просто... И таки напали. Да. Эти люди не хотели войны, поэтому они просто ушли из нашего мира в другой мир. Без войны. Они оставили свои накопленные знания. Это была очень развитая цивилизация. Вот. Они свои знания оставляли в камнях. Можно увидеть в клипе, что у нашего героя на алтаре. Да. Есть сундучок. Да. Там были камни. К сожалению, почему-то в кадр не попал, где там действительно бежали камни. Но... Да. Они там были. Вот. Но вкрыть не попало. Ладно. Монтаж. Последний. Все вне моей на жемчужинке. Да. Да. На самом деле. А еще там дракон был. Где же дракон? Он тоже в кадр не попал просто. Какой дракон? Да. Точно. Точно. Видишь дракона? Нет. А он есть. Да. Вот. В общем... Простите. Вырвалось. Да ничего. И когда по легенде эти древние люди приходили в другой мир, они роняли как раз этот джемчуг, который и собирал наш герой. Он пытался найти путь из нашего вот этого постапокалиптического попова мира. В другое измерение. Да. Более светлое, более счастливое. Да. Видно, как он все-таки нашел эти жемчужины. Он бросает их в свое праздничество, в свой самручок. И, наконец-то, добравшись до этой страны тропы, его встретила девушка из душевших людей, которая и сопроводила его с помощью кристалла. Она его телепортировала. Да. Ну, другими словами, что она поняла, точнее эта цивилизация поняла, что наш герой он достоин. Да, и там был момент в клипе, когда он отбросил оружие. Это как раз олицетворяет то, что герой отказался от этих сражений бесконечных, от жестокости, от насилия. Эта цитворяет перемен в нем. И уже после этого и наша девушка забирает его в другой мир. И это не аллегория какая-то неприносным смыслом. Здесь речь именно о технологиях. То есть все закончилось хорошо. Хэппи-энд. Как много я нового сейчас узнал про сюжет нашего видео. Да ладно, я вам скидывала сценарий. Почитайте внимательно. Весь сценарий написал Света. Да, но, в общем-то, по истории уже написаны люди. В принципе, все, что было написано в сценарии, нам удалось воплотить в жизнь. Ну, буквально там пару моментов, которые... Кроме пасхалки. Мы хотели пасхалку с розой, которая бы нас, как бы, такой был... Отсылка к Стивену Кингу. Да, к Темной башне, может быть, кто-то читал этот цикл. Вот. Темная башня, ну, шикарно, рекомендуем. Да. Но, в итоге, мы решили удалить все эти кадры. Да. Причину, наверное, не имеется. Да, причину не было удалить. Ну да, мы просто удалили, но... Да, была идея изначально такая. Вот. Но идея не покидает нас. Да. Может быть, мы к этому глянемся. Может быть, будет даже песня по Темной башне, кто знает. Кто знает. Ну да. Ну, ребята, какие у вас были трудности на съемках клипа? Давай расскажем. Вот у Дэна я знаю историю. Помните, да? Мне пришлось остановить съемки, когда у Дэна что случилось? У меня порвала струна. Да. У Вани был комп... Или у кого... Не понял. Самый такой подходящий комплект. Я... Я купила тогда. Да. Надо запаску купить. Вдруг что-нибудь случится. Все принесли в запасной комплект, кроме тебя. И у меня порвала. Даже Миссу принес. Да. То есть ты понял, да? В следующий раз приносишь комплект, и у тебя ничего не рвется. А у вас всех рвется. А у нас у всех рвется. Отлично. Мне нравится. Мне нравится. Я... Я сломал микрофонную струну. А, да-да-да. Ну... Причем... Причем не нашу микрофонную струну. А вы говорите... Как это? Да. Отдолженную... Отдолженную у друзей микрофонную струну. Хартфорова. Вот. Вот. Пришлось ее оперативно сразу перед съемками чинить при помощи, чего бы вы думали, естественно, изоленты. Да. Я, конечно, взяла изоленту на всякий случай. Скордж. Скордж. Изолента. Если вы не можете починить что-то при помощи изоленты, вы просто используете малоизоленту. Вот. Ну и там, где не держат скотч, сварки, как известно, делать нечего. Вот. Поэтому мы справились. Но... Но да. У меня были тоже сложности технического характера. У нас был совершенно потрясающий зал для проведения концертов, мероприятий. Да хоть показ мог там было организовывать, потому что свое свое освещение, свой пульт режиссерский для освещения, но не было пульта для звука. Да. Это, конечно, то, что мы хотим в следующем клипе исправить обязательно. И представьте вот этот большой зал с хорошей акустикой, который из колонок совершенно в хаотичном порядке отражает сигнал, и я не понимаю, откуда мне ловить звук. Я смотрю на ребят, пытаюсь подстроиться под их руки. Ну под тебя. Они под меня, а я еще в этот момент пытаюсь слушать колонки, откуда идет звук от фонограммы для клипа. А у тебя еще железо такое, которое вот прям концертное, и оно заглушает все. Да, очень звенящие, большие тарелки. Да. Было очень сложно ничего услышать наверняка. И поэтому на первом прогоне я просто даже боюсь смотреть на эти кадры, насколько, видимо, у меня было такое ушедшее в себя лицо, вот, что где я, кто я, что я тут делаю. Что происходит? Я вообще, у меня нет, кажется ли нет? Не, ну на самом деле ты справилась отлично. Просто эту штуку мы уберем в следующий раз. Это то, на что действительно стоит обратить внимание. И, ну, конечно, чем мы больше пытаемся что-то делать, мы нарабатываем свой опыт, мы понимаем, что в следующий раз чего-то нужно убежать. Не, ну нельзя никогда предусмотреть совсем всего. Ну, здесь можно было предусмотреть. Это были первые наши. Ну. Нам показали пульт, и мы подумали, что это пульт с акустикой. Ну вот. А на самом деле пульт оказался со светом, вот. То есть оно там крутилки всякие меняло и все такое. Мы подумали, что это. Ну да, фей-фейнер есть, есть, а что? Да, знаешь, кнопочки все. Ага. На самом деле, да, первый опыт, и он принес нам пользу. Ну да, было очень много волнения, но мы старались его погасить. Ну давайте уж без ложной скромности, первый блин получился вполне нажористым. Да. В общем-то я не думаю. Результатов мы очень довольны. В нем очень много и кадров группы целиком, и много внимания делилось каждому участнику команды. Здесь тоже хотелось бы сказать большое спасибо и режиссеру, и мембрам, моим любимым, которые, ну, просто находились всегда рядом, поддерживали, успокаивали. А как монтировали мы клип? Вообще ночами это сколько? Три или четыре ночи? Три ночи мы не спали, мы монтировали. А три часа, по-моему, мы спали только, да? Три часа сна, но в итоге мы сломали. Был такой, ну, небольшой факт такой, что нам изначально прислали монтаж, который нас совершенно не устроил. Вот. И спасибо большое, опять же, нашему оператору, который приехал к нам, и вместе с ним мы уже отбирали кадры, вот, и строили историю клипа именно так, как мы ее задумали. Вот. И мы со всем справились, несмотря на то, что истратили прям три ночи подряд там. Всего у нас вышло примерно порядка 30-35 часов на монтаж. Вот. Мы справились, мы сделали это, и результатом вы можете насладиться. Вот, опять же, два вот этих скромных человека, которые сидят позади. Три часа, а в десять утра на работу. А в десять утра на работу. Но сейчас идеально выверены попадания в нотки, соло, клавиши, гитары, барабаны, даже мой любимый. Тын-тын. Картинка сочная, персик. Сочная картинка. Да. Так что да, клип удался. А что вы можете сказать о нашем клипе? Подравился вам, не понравился? Что бы вы хотели, что бы мы изменили в дальнейшем? Скажи. Ты уверен? Я думаю, что у нас нет людей, которые говорят на английском языке. Да, у нас, в принципе, изначально была настройка, что мы ведём стрим на русском языке, но... Да, пока мы уже не появились. Again, if anybody needs translation, please, send a message in the chat. В общем, если у вас есть какие-то вопросы, задавайте. Мы минуток 10-15 ещё готовы посидеть, и потом пойдём отмечать выход нашего альбома. Её, чест! Ура! Квасок, чаёк, все в кучу, очень. Ну, мне нету, я пойду. Я себе кого наймел. Иди завари себе чайку, конечно. Пойдём, Денис, заварим. Немножко. Сразу бросок. Речной волны. Да, для меня самое трудное было в клипе, это вынос песка из студии. О, да, мы говорили про этот момент, конечно. Да, на самом деле, это был очень героический поступок. Просто, Ваня, спасибо тебе, огромный английский попутчик. Так как вся съемочная группа, и все уже уехали, и мы с Ваней остались вдвоем. Пока я собирал остальные вещи, Ваня греб песок лопатой. Причем, изначально я тоже немножко повторяю, песка было не очень много. Ограниченное пространство, которое только мастерством съемок камерой удалось изобразить в пустыне бесконечно. Ну да, всего 10-ти килограммовых мешков немного. И тем не менее, это пятачок 3х3. Какой-то один гребаный цепень, да. И тем не менее, в конце съемочного дня этот песок был повсюду. Блин, а сколько мы по его инструментам взяли? Я не помню. Много. У Инги было очень много песка, либо больше, конечно. Я точно сейчас не скажу, сколько-то мешков было. Он был у нас в ботинках. В гитарах не было? Сейчас вот. Нет. Вот. И, короче, все, что лежало под ним, вот эти полиэтиленовые подкладочки, чтобы он не разбегался, не разлетался, в итоге прорвались замечательным образом. И кто-то подметал песочек, кто-то в гребповую лопатой, и кто-то потом вносил. Кстати, можно в поле Люды перейти в Инстаграм и увидеть то, что она в своем костюме этот с металлами. Ну и, кстати, спойлер, в котором мы не очень хотели открывать, но раз уж мы сегодня сидим сегодня и все собрались в наше отмечание дня рождения нашего выхода альбома. В общем, как вы уже, наверное, догадались, героиня наша, ушедшая в другой мир, девушка из древних людей, это Люда. Из таинственной цивилизации. Кстати, многие могли заметить то, что на обложке нашего альбома The Outer Limits изображен таинственный человек в капюшоне. И мы в клипе попытались сделать отсылку к этому. То есть наш герой, возможно, возможно, это еще не точно, это тот самый отшельник, маг и волшебник, который изображен на обложке. Но это не точно. На самом деле, благодаря сценарию, действительно, эти персонажи, они сохранили свою тайну до конца. Нигде не было показано лицо или крупные планы именно ванфас, так скажем. Все как раз с целью того, чтобы использовать эти образы в дальнейшем, чтобы они сопровождали нашу деятельность и, может быть, уже в каких-то шоу, постановках, которые мы будем организовывать. Играли свою роль и украшали наше выступление. Ну, вот этот человек, который в капюшоне, я думаю, что это наш будет такой маскот группы, который, возможно, продолжит странствовать с нами по нашему творчеству и в дальнейших альбомах. Ну, в общем, спасибо вам за то, что вы были в этот день с нами. Мы пойдем отмечать день рождения нашего альбома. Спасибо вам еще раз за то, что вы здесь пришли и даже что-то нам написали приятное. Спасибо за поддержку, за внимание и вопросы. Увидимся еще. Всем пока. Хорошего дня. Пока-пока.